Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советую вам подписаться. На нашем канале вы можете найти огромное количество материалов об автомобилях, включая обзоры на машины как в формате тест-драйва, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных подержанных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Добро пожаловать на очередной обзор из серии «Куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля». А герой нашего сегодняшнего выпуска – это компактный кроссовер, весьма энерговооруженный, эргономичный и при этом достаточно проходимый. Кроме того, эта машина в большом количестве представлена на вторичном рынке, а по цене вполне сопоставима с японскими и корейскими аналогами. Давайте разбираться, на что же смотреть при покупке Volkswagen Tiguan первого поколения. Volkswagen Tiguan первого поколения в кузове NF начал выпускаться с декабря 2006 года и простоял на конвейере довольно долгий срок по нынешним меркам. Эти машины закончили производить в 2017. В 2011 году автомобиль прошел через рестайлинг, который незначительно поправил внешность, но значительно поправил внутреннее содержание в плане работы над ошибками, которую компания Volkswagen неустанно проделывала над своей моделью. Что касается гаммы двигателей, коробок передач и вариантов привода, их здесь было несколько. Эту машину можно было купить с бензиновыми моторами объемом 1,4 литра, мощностью 150 лошадиных сил, позже уже 122 лошадиные силы, бензиновым двигателем объемом 2 литра, мощностью 170 или 200 лошадиных сил, и дизельным двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Коробки передач на этом автомобиле могли быть либо механические, либо роботизированные. Также сюда ставилась обычная автоматическая коробка, ну а привод мог быть передним, либо полным. Наш сегодняшний экземпляр – это автомобиль 2010 года выпуска Dori Styling с мотором объемом 2 литра, мощностью 170 лошадиных сил, автоматической гидромеханической коробкой передач и полным приводом. По традиции наш обзор мы начинаем с разговоров о кузове автомобиля, о том, насколько хорошо или плохо он сопротивляется нашим дорожным реалиям, а также о нормах толщины лакокрасочного покрытия и качестве самого лакокрасочного покрытия. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, Volkswagen Tiguan оно достаточно стандартное и колеблется в диапазоне от 100 до 150 микрон. Качество окраса в целом неплохое, как и сопротивляемость кузова коррозии. При осмотре такого автомобиля следует обратить внимание, конечно, на состояние днища машины, а также на те места, где кузовное железо стыкуется с кузовным же пластиком, то есть накладками, такие как крылья автомобиля, двери, пороги и так далее. Обязательно посмотрите на состояние металла в местах соприкосновения. Со временем на некоторых экземплярах накладки могут начать потихоньку люфтить и протирать лакокрасочное покрытие до металла. Появление коррозии в таких местах вполне вероятно. Однако большинство Tiguan, которые проходили через наши руки, так или иначе масштабных поражений ржавчиной не имели. Но стоит упомянуть также и про один интересный дефект, связанный скорее с качеством покраски на заводе, нежели с чем-либо еще. Возможно, какая-то партия автомобилей имела производственный брак. Выражается этот дефект в отслоении лакокрасочного покрытия в районе дверных ручек. Заметить подобное можно невооруженным взглядом и издалека. Поэтому, если вы будете смотреть Tiguan, у которого обнаружится зона окраса в районе дверной ручки, не пугайтесь сильно. Это одна из немногих кузовных болячек этого автомобиля. Что касается каких-либо вопросов по салону, у Tiguan чаще прочего попадается проблема, связанная с забитым дренажом системы кондиционирования. Проявляется она в том, что пол под ногами пассажира начинает отсыревать. Ну а если вы обнаружили в этом месте достаточно серьезную лужу, то обратите внимание на то, брызгает ли у вас вода при подаче на задний омыватель. За бордачком также проложена магистраль. Собственно, подача воды на задний омыватель и при каких-либо дефектах соединения переходников она вполне может оказаться в ногах пассажира. Чистка дренажа или замена фитинга в трубке подачи воды не такая уж дорогостоящая процедура. Прямо скажем, копеечная. Для этого нужно будет демонтировать бардачок. Так что при покупке обязательно проверьте, чтобы в ногах у переднего пассажира все было сухо. Теперь поговорим о силовых установках Volkswagen Tiguan первого поколения. Под капотом здесь могло быть три варианта двигателя. Один дизель, два бензиновых. Что касается бензинового двигателя объемом 1,4 литра, мощностью либо 150 лошадиных сил, либо на рестайлинге уже 122 лошадиные силы, то этот двигатель именно на Tiguan, на первых партиях автомобиля, на дорестайлинге, к покупке мы бы не рекомендовали. Поскольку этот мотор на момент своего появления был, скажем так, слишком технологичен. Компания Volkswagen применила на нем абсолютно все, ну можно так предположить, наработки, имеющиеся на тот момент. Двигатель получился весьма экономичным, очень мощным для своего объема, но все это ценой ресурса, как вы понимаете. Проблемы с поршневой группой на двигателях 1,4 первых лет выпуска настигали своих владельцев на очень-очень маленьких пробегах. Поэтому на вторичном рынке такие автомобили хоть и представлены, однако повышенным спросом не пользуются. Тем более, что проданные в России Tiguan 1,4, как правило, оснащены механической коробкой. Дизельный двигатель объемом 2 литра, который ставился под капот этого автомобиля, в принципе, довольно неплохой выбор, если вам удастся найти такую машину с небольшим пробегом и в хорошем состоянии. По сути дела, дизели у Tiguan достаточно крепкие и выносливые, однако любят качественную солярку и не любят долгих интервалов замены масла. По сути дела, у дизельного двигателя две основные болячки. Это насос системы охлаждения, помпа, которую периодически приходится менять, возможно, чаще, чем того хотелось бы, и дроссельная заслонка, где со временем съедаются пластиковые шестерни привода, и дроссель, соответственно, отправляется под замену. Кроме того, нужно помнить о том, что дизельная топливная аппаратура – вещь весьма недешевая, и одной заправки некачественной соляркой может хватить, чтобы счет за ремонт перебил всю топливную экономию. Поэтому более детально мы поговорим про бензиновый двигатель объемом 2 литра, который как раз и находится под капотом нашего автомобиля. Это двигатель серии EA38, который на Volkswagen Tiguan носил маркировку CAWA, И этот двигатель устанавливался на огромное количество моделей концерна VAG, а это автомобили Audi, Volkswagen, Skoda. Соответственно, двигатель этот массовый, изученный, каких-либо проблем с запасными частями по этому мотору точно нет. Ну а что он собой представляет, давайте посмотрим. По конструкции этот мотор – рядная четверка. Блок цилиндров здесь выполнен из чугуна, что обуславливает прочность и ремонтопригодность данного агрегата. Головка блока цилиндров, естественно, алюминиевая. Двигатель имеет фазовращатель на впускном валу. Также здесь применен наддув. Наддув реализован при помощи турбины. Штатное давление наддува 0,6 бара. Само собой, компания Volkswagen не могла не поставить на этот двигатель прямой впрыск топлива. Соответственно, здесь мы также имеем форсунки высокого давления и топливный насос высокого давления. Однако, каких-либо явных проблем эти узлы, как правило, не несут. Что касается ГРМа, на данном двигателе применена цепь. Ресурс цепи до замены порядка 100 тысяч километров. При покупке подобного автомобиля не лишь не будет выяснить у предыдущего владельца, как давно он менял цепь и менял ли вообще. И в случае, если предыдущий хозяин все-таки цепи поменял, это сэкономит вам в ближайшей перспективе достаточно весомую сумму. Из элементов, усложняющих конструкцию двигателя, в данном случае можно также отметить и впускной коллектор, который имеет внутри вихревые заслонки. Заслонки эти на больших пробегах могут служить источником неприятностей. Появляется выработка на оси, заслонки могут начать люфтить, подклинивать и так далее. Вариантов решения проблемы несколько. Кто-то меняет коллектор с заслонками в сборе, но это достаточно дорого. Кто-то предпочитает эти заслонки удалять, либо ставить коллектор без них. Благо, огромное количество вариаций данного двигателя позволяет взять готовый впускной коллектор. После чего необходимо слегка обновить программу управления, чтобы отключить эти заслонки и бортовой компьютер не показывал вам ошибку по ним. Кстати, об ошибках. Если вы видите у себя ошибку по вихревым заслонкам, не спешите бежать и удалять заслонки. Вполне возможно, проблема кроется в датчике положения. Сам датчик стоит относительно недорого и поменять его довольно несложно. Что касается проблем, характерных для этого двигателя. Это растяжение, либо перескок цепи ГРМ. Если ее не поменяли вовремя, напоминаем, регламент замены это 100 тысяч километров пробега. Также на этих моторах вышеупомянутые вихревые заслонки могут вносить свою лепту в нетипичное поведение автомобиля. В частности, из-за них могут плавать обороты. Кроме того, практически на каждом третьем Тигуане попадается запотевание патрубков турбины. Связано это с особенностью работы системы ЕГР на холостом ходу. Пугаться этого особо не надо, но периодически впускной тракт на этих автомобилях нужно чистить. И эту процедуру чистки впускного тракта лучше делать с определенной периодичностью. Не реже, чем хотя бы раз в две замены масла. Также на этих автомобилях была проблема с закоксовыванием маслосъемных колец, что приводило к появлению масложора. Как правило, у тех владельцев, кто экономил на масле и ездил на нем долго, меняя его не раз в 6-7 тысяч километров пробега, как это по идее нужно делать на автомобилях, оснащенных турбонаддувом, а раз в 15 и более тысяч километров пробега. Поэтому при покупке также не поленитесь уточнить у предыдущего владельца, как часто он менял масло на автомобиле. Лучше, если это будет цифра 5-6 тысяч километров пробега, а не дилерский интервал в 10-15. Также при покупке обратите внимание на то, чтобы двигатель был сухой, чтобы не было каких-либо течей масла, хотя допустимы небольшие отпотевания, такие, как правило, появляются на стыке передней крышки двигателя с блоком, то есть на стыке лобовины и, например, головки блока. Как и на большинстве автомобилей с цепным приводом ГРМ, эти запотевания на Тигуанах не представляют собой ничего страшного. Главное, чтобы в этом месте не было течи. Виновником течи антифриза на этих двигателях нередко становится помпа системы охлаждения. Кстати, имейте в виду, что одним из основных источников течи антифриза на этом автомобиле, как правило, является помпа системы охлаждения. Помпа располагается внизу справа, если стоять лицом к капоту автомобиля. Бежать может как сама помпа вследствие естественного износа, например, большого пробега автомобиля, так могут выйти из строя подвести и прокладки помпы. В этом случае менять ее целиком будет не обязательно, достаточно заменить резинки. Если обобщать замечания к техническому состоянию всех Тигуанов, которые попадали на продажу в компанию RDM Import, то по подкапутному пространству, пожалуй, можно добавить только периодически попадающиеся шумящие ролики приводного ремня, а также шумы компрессора, кондиционера и прочего навесного оборудования, которое может встретиться вам на абсолютно любом другом двигателе в любом другом автомобиле. Поэтому чем-то характерным для Тигуана эти вещи уже не назвать. Если говорить о ресурсе подобной силовой установки, то при условии нормального регулярного обслуживания этот двигатель способен проехать до капремонта порядка 250-300 тысяч километров пробега, что весьма немало, учитывая специфику нагруженности этого мотора новаторскими конструкторскими решениями. Кроме того, благодаря турбонаддуу этот двигатель довольно легко поддается тюнингу. Если в стоке подобный агрегат выдает 170 л.с. и 280 Нм момента, то простая программная настройка способна поднять мощность на величину до 60 л.с. Далее с доработками вы можете снять с этого двигателя как относительно скромные 280-290 л.с., так и пойти намного дальше. Однако бюджеты там будут уже другие, да и объем доработок тоже. Общий итог такой. Выбирая Тигуан, обязательно обращайте внимание на историю автомобиля, на его сервисную историю. Чем чаще и чем более регулярно эта машина получала обслуживание, тем меньше денег вам придется вкладывать в машину сразу после покупки. Теперь про коробки передач. На этих автомобилях могла устанавливаться как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Механика здесь шестиступенчатая, и каких-либо проблем, связанных с надежностью ее работы, в общем нет. Однако имейте в виду, дополнением к механической коробке почти всегда будет идти турбомотор объемом 1,4 литра, который в сильно подержанном состоянии, особенно на дорестайлинговых машинах, к покупке особо не рекомендуется. Ресурс компонентов сцепления очень сильно зависит от вашего стиля вождения и умения обращаться с третьей педалью. Однако в среднем он составляет порядка 100 тысяч километров пробега. Имейте в виду, что как и любой другой современный автомобиль с механикой, Volkswagen Tiguan будет иметь демпферный маховик, то есть двухмассовый маховик, который меняется по регламенту каждые две замены сцепления, либо если того потребуют люфты самого двухмассового маховика, и компонент этот достаточно недешевый. Если же вы будете выбирать бензиновый Volkswagen Tiguan с двухлитровым мотором, коих на вторичном рынке большинство, имейте в виду, что на этих машинах стоит обычный эйсиновский автомат шестиступенчатый. Эта коробка успела отметиться разве что толчками при переключении, которые могли появляться на новых автомобилях уже на пробеге порядка 40-50 тысяч километров. И лечилось это в то время смены прошивки. Если же вы покупаете машину с большим пробегом, и коробка передач начинает толкаться и откровенно дергать, ну, скорее всего, придется вытащить и обслужить гидроблок. Возможно, поменять соленоиды. Каких-либо явных проблем по механической части эйсиновский автомат на Volkswagen не имеет. И ресурсово вполне сопоставим с ресурсом двигателя. Порядка 250 километров пробега. Правда, масло в этой коробке все равно нужно менять. И желательно раз в 50-60 тысяч. Что касается подвески Volkswagen Tiguan, то в данном случае она получилась, скажем так, точно не хуже, чем на кроссоверах-аналогах от других производителей. Как водится, самый слабый и самый часто заменяемый компонент в подвеске автомобиля это стойкие втулки стабилизатора. На этих машинах ресурс порядка 40 тысяч километров пробега до появления первых симптомов и рекомендаций к замене. Что касается ресурса колодок и тормозных дисков, на этом автомобиле он достаточно большой. Колодки требуют замены где-то раз в 30-40 тысяч километров пробега. Естественно, многое здесь будет зависеть от стиля вождения. Диски вдвое дольше. В районе 80-90 тысяч километров пробега. Ресурс цилинд-блока в подвеске на этой машине порядка 120-150 тысяч километров. Также нужно отметить, что раз в 60-70 могут потребовать замены опорные подшипники стоек. Если посмотреть на пробег большинства тигуанов, которые проходили через компанию RDM Import, а пробег этот колебался в отметках от 100-104 до 237 тысяч километров, на этих машинах стойки амортизаторные начинали постукивать где-то пробегом после 140 тысяч км. Причем течь стоек на тигуанах явление не столь частая. Как правило, вперед они начинают постукивать. И постукивание это появляется на машинах с пробегом порядка 140-160 тысяч километров. Такие стойки, конечно, рекомендуется поменять. Что касается ресурса, например, ступичных подшипников, он в принципе средний. 80 тысяч километров плюс-минус. Все как у всех. Также при осмотре полноприводного тигуана обратите внимание на эластичную муфту карданного вала. Если на ней присутствуют глубокие трещины или надрывы, такую деталь лучше превентивно поменять, не дожидаясь, когда ее порвет. Что касается рулевой рейки, то если анализировать опыт RDM Import и брать суммарно замечания, касающиеся рулевого управления на автомобилях с пробегами от 104 до 237 тысяч, в принципе, самое основное замечание, которое довольно нечасто попадается, это либо замена втулки рейки, в которой уже появилась выработка, либо регулировка самой рейки. Но рейка на Тигуане не относится так или иначе к проблемным узлам. И ресурс ее достаточно большой. В целом подвеска Volkswagen Tiguan каких-либо проблем не подкидывает. Кстати, замечаний по задней подвеске, несмотря на то, что здесь она многорычажная, по этим автомобилям, как правило, немного. Также, если вы будете использовать хорошие качественные заменители, обслуживание этого автомобиля по входовой части не слишком вас разорит. В завершении скажем пару слов о системе полного привода Volkswagen Tiguan. Здесь используется муфта Haldex. И если на большинстве других кроссоверов задняя ось вступает в работу при пробуксовке передка, либо в случае, когда оказывается принудительно заблокирована, то у Tiguan в данной ситуации все обстоит немножко иначе. Здесь компьютер сам выбирает степень блокировки муфты, в зависимости от режима движения. Так, при старте с места крутящий момент распределяется между осями, как правило, 50 на 50. И по мере увеличения скорости движения, компьютер может убирать часть момента с задних колес. В режиме замедления крутящий момент с задней оси может сниматься полностью. То есть муфта может практически полностью размыкаться. Но правильнее все же называть Tiguan кроссовером с постоянным полным приводом. Что касается надежности полного привода Volkswagen Tiguan, по механической части с его муфты подключения все в полном порядке. Крутящий момент, на который рассчитана эта муфта физически, 2400 ньютон-метров. Напомним, 280 это показатель стокового двигателя 2 литра бензин. То есть запас практически десятикратный. Поэтому выход из строя полного привода Tiguan чаще связан с отказом двух компонентов. Первый из них это электрический насос, который призван создавать рабочее давление в муфте. Второй это блок управления муфтой. Если в него попадает влага, а такое периодически случается, особенно у тех владельцев Tiguan, кто предпочитает использовать машину на бездорожье, например при штурме бродов. Внутри блока управления находятся микросхемы, на которых банально отгнивают резисторы сопротивления. В этом случае, как правило, вы можете увидеть ошибку при сканировании автомобиля, которая сообщит вам о том, что клапан управления блокировкой муфты у вас не работает. Помочь может как банальная перепайка резисторов, так и в более запущенных случаях, в случае, если коррозия уже обширно поразила плату, замена непосредственно самого блока управления муфтой. Кстати, в этой самой муфте Haldex используется свое масло, и в ней даже есть свой собственный фильтр. Все эти вещи нужно менять, причем интервал замены масла в муфте это 30-40 тысяч километров пробега. И это масло не то же самое, что заливается в задний редуктор. В данном случае это два отдельных заправочных объема. В целом, нужно сказать, что весьма надежный полный привод на этом автомобиле обеспечивает ему весьма неплохую проходимость по сравнению с конкурентами. А если вы нашли Tiguan в исполнении Track & Field, который, помимо прочего, имеет более высокие бампера, увеличивающие угол въезда-съезда с 18 до 28 градусов, поздравляем, вы можете неплохо покататься на этой машине по бездорожью. Итак, какие выводы можно подвести под все, что мы проговорили про Volkswagen Tiguan? В активе у этой модели однозначно кузов, который очень хорошо сопротивляется коррозии. Эта машина очень удобна с точки зрения эргономики, посадки и обзорности. В случае, если вы планируете эксплуатировать машину в основном в городе, этот кроссовер подойдет вам как нельзя лучше. Здесь высокий клиренс, особенно в версии Track & Field, который опознается по другим бамперам, увеличивающим угол въезда до 28 градусов, что очень и очень неплохо. Также Tiguan достаточно экономичны. Средний расход топлива у этой машины порядка 11 литров на 100 километров. И это городской цикл. Надежная система полного привода у этого автомобиля также дает ему конкурентное преимущество перед прочими кроссоверами вне дороги. А ходовая часть надежна и при использовании хороших заменителей также не слишком обременительна в ремонте. К минусам этой машины можно отнести разве что переусложненный конструктивный двигатель. Да и то с оговоркой. Ведь при должном обслуживании 2-литровый турбомотор Tiguan способен проехать все те же 250-300 тысяч километров пробега, как атмосферные аналоги от конкурентов. Единственное, чего этот автомобиль не прощает, это повальная экономия на качестве запчастей, а также наплевательское отношение к регламентам обслуживания. В остальном, если же перспектива вкладывать деньги в содержание автомобиля вас не сильно пугает, и вам нужно от автомобиля нечто большее, чем просто способность перемещать вас и груз из точки А в точку Б, и вы любите, например, придавить педаль газа, или для вас имеет какое-то значение словосочетание хорошая управляемость, то тогда, скорее всего, Volkswagen Tiguan – это выбор для вас. Ну, а если вы знаете, как раскрыть потенциал данного турбомотора, то тогда этот автомобиль для вас вдвойне, и его можно смело порекомендовать к покупке. Ну, вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в дальнейшем. Ну, а если у вас был или есть Volkswagen Tiguan, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть, чем нас дополнить или в чем нас поправить, указывайте в комментариях. Людям, которые выбирают себе подобный автомобиль, именно ваш комментарий может оказаться крайне полезным. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.